Спасибо большое. Ну, я не Игоревич, но давайте просто Артем тогда. Всем добрый день. Спасибо большое, что нашли время, нас посетили. Я заранее немножко извиняюсь проблемы с голосом, да еще и проблемы со связью сегодня, поэтому постараюсь чуть медленнее, чем обычно. Ну, и надеюсь, все будет слышно, видно и понятно. Сегодня я, наверное, затрону темы, которые, ну, скажем, нельзя назвать какими-то прорывами и новинками, но это те вещи, которые определенным образом изменились в нашей ЭБС. Сегодня все моменты у нас именно по электронной библиотеке, и эти вещи, наверное, стоит учитывать, ну, или хотя бы как-то помнить в своей работе. Угу. Да, сегодня мы когда настраивались, что-то со звуком было не очень, я, к сожалению, со своей стороны еще громче сделать не могу. Вот, да. Так вот, повторюсь, никаких-то там супер прорывов прямо на сейчас мы не обсуждаем, это будет в будущем, но вещи, которые немножко нашу работу изменят, я расскажу. Вот. Буду, как обычно, немножко влево-вправо уходить, связанные какие-то темы затрагивать. Вот. Первое, о чем мы говорим, это интерактивные тесты ВБС. Они у нас были, они представлены в виде отдельного каталога и лежат там, ну, куда на самом деле мало кто из нас ходит во вкладочке сервисы. Ну, и мы сами видим по статистике использования, что этот вид контента, он используется, ну, наверное, не так активно, как нам бы хотелось, ну, и, соответственно, как авторам тестов хотелось бы, да. Напоминаю, что авторам тестов может стать, по факту, любой преподаватель, который зарегистрирован в нашей системе, там есть специальная инструкция, ну, и, в принципе, можно самому создавать тесты. Вообще, функционал тестов, он предназначен не только для того, чтобы их проходить, а для того, чтобы, собственно, построить полноценный курс. Ну, это, наверное, тема отдельного большого разговора. Ну, соответственно, что сейчас изменилось? То есть, про тесты я рассказывал ранее, ну, может, там где-то ссылочка на YouTube есть, ну, и, в принципе, можно справки где-нибудь почитать. Отдельно не буду сейчас долго ковыряться внутри. Что сейчас изменилось? Так вот, мы выяснили, что на самом деле те вузы, которые используют ВБС, не через интерфейс, а переходят на страницы книги в читалку через интеграции, ну, например, выгружают каталог ВБС, да, и они, такие клиенты не видят, собственно, ни главной страницы, ни каталогов, а от себя переходят сразу к нам. Они не видят какие-то классные, а может быть и не очень классные, но разные штуки, которые мы делаем, видят только одну читалку. Вот, и нашей задачей было показать тесты, потому что, наверное, интерактивные тесты – это один из элементов такого требования современного EOS. Как это? Нет звука. Коллеги, если нет звука, я даже не знаю, что делать. Нет звука. Так, у кого-то есть звук, у кого-то нет звука. Наверное, проблема на стороне того, у кого нет звука. Спасибо большое, спасибо большое. Но я не могу еще что-то сделать, к сожалению, я вынужден продолжить. Пожалуйста, перезагрузите комнату вебинарную и должен появиться. Спасибо. Да. И, соответственно, такие клиенты не попадали на тесты, не видели их, ну и как не видели многие другие сервисы. Однако же это такой информационно-образовательной среды элемент достаточно важный. Вот. По самим тестам мы сейчас добавили на страницу книги описание, потому что по-разному будет переход. И, собственно, сам тест теперь… Здесь, наверное, не очень хорошо видно презентации. О-о-о. Сам тест теперь прямо в самой читалке, когда вы читаете книгу. Вот здесь нажимаете и можете перейти в тест. Тестирование можно проходить в формате экзамена, в формате обучения и в формате, ну, простого тестирования, скажем так. Угу. Да, вижу, что у некоторых слушателей проблемы есть. Ну, да, да. В крайнем случае, но в крайнем случае у нас будет запись, поэтому сильно не переживайте. Да, мы стараемся. Вот, поэтому, если тестами вы в EBS не пользовались, пожалуйста, попробуйте сделать. Это стало легче, даже если вы используете Abyss. Это во-первых. Во-вторых, если у вас есть желание, ну, приглашаем вас стать авторами тестов, да. Это тоже, ну, на самом деле, может быть интересно и даже полезно, если вы создаете электронный курс. И, в-третьих, у нас есть некоторые новые требования, потому что, наверное, как вы знаете, в рамках нашего издательства Директ Медиа мы выпускаем, в том числе, и учебную литературу. И новый формат взаимодействия с авторами именно учебных изданий предполагает сразу написание и, наверное, оцифровку и выкладку изданий с интерактивными тестами. Поэтому все, что будет там в 2021 году выходить, оно, скорее всего, будет уже выложено с электронными тестами. Поэтому, как бы, следите за новинками. А мы потихонечку идем дальше. Так, да, наверное, на прошлой встрече я рассказывал вам о мобильном приложении. У меня прям вот это вот такая больная история была, потому что старое мобильное приложение, ну, оно откровенно не радовало. И среднюю оценку, если посмотреть по старой версии, слава богу, мы ее удалили, ну, она там была очень плохая. Ну, и однако же мы тоже наблюдали внутреннюю динамику того, как используется приложение мобильное, насколько долго оно держится на устройствах, какие есть проблемы. Ну, и вот нашей задачей было сделать какое-то актуальное мобильное приложение, которое решит несколько задач. В первую очередь, это, конечно, загрузка книги на устройство, чтение ее без интернета, ну, и, собственно, с соблюдением всех необходимых форматов безопасности с точки зрения авторского права. Вот. Ну, и вторая задача, это, конечно, поиск каталоги и удобный интерфейс. Здесь мудрить не стали, сделали простое, наверное, шаблонное для отрасли мобильное приложение, но со всеми штуками, которые нам нужны. Вот. И мы разместили его, пока что, я уже, наверное, обещал вам, да, на Android, для устройств на Android. И вот прям вот ждем, ждем, ждем. Буквально сегодня буду смотреть версию для iOS, iOS, для iPhone'ов и iPad'ов. Вот. Вот, но точно дату пока не назову выкладки. Так вот, за время, когда это приложение покрутилось в сети, мы набрали статистику, еще проработали кучу вещей, которые, ну, нужно тоже учитывать. Вот, мы столкнулись с тем, что большинство, наверное, давайте сразу к этому страшному слайду. Ну, ладно. Мы столкнулись с тем, что большинство современных устройств на Android, да, даже там, допустим, телефоны с большим количеством оперативной памяти, не в состоянии, именно из-за особенностей операционной системы Android, а отобразить правильно страницу книги, если это, допустим, какой-то скан достаточно хорошего качества. Но я сейчас цифры называть не буду, это не суть важна. То есть это напрямую коснулось, например, например, литературы какой-то исторической, это архивные документы, и местами коснулось это литературы, ну, вот самое, что я такое помню, на вскидку, это, допустим, альбомы иллюстрации, это вот что-то связанное с художественной культурой. Вот, поэтому такие книги, там получалось каким образом, то есть вся книжка работает нормально, но попадается, допустим, одна страница с таким вот страшным изображением, сканом или чем-то, и, соответственно, Android говорит все. Я, значит, работать дальше не буду. Такую ситуацию, ну, мы победить не смогли, поэтому такие книги вынуждены исключить. Вот, конечно, это неудобно, особенно там, допустим, для, ну, опять же, как говорил, для направлений, которые напрямую работают с этими вещами, но с другой стороны, наверное, это можно как-то обойтись и на компьютере, когда вы работаете с объемными документами, сканами и так далее, изображениями, иллюстрациями, все-таки телефон полностью, в полной мере не позволяет. Вот, для того, чтобы понять вообще, когда в интерфейсе находитесь, там мы предусмотрели вот такой маленький значок, но он есть у всех. Вот, ну, если есть такой значок, значит, книгу можно в приложении скачать, ну, если она есть в вашей подписке. Вот, поэтому, да, параллельно, конечно, я стал интересоваться, а что же, как говорится, у других, да, посмотрел, и на самом деле у многих, ну, давайте говорить, там, своими именами называть, да, у конкурентов ситуация такая же. Вот, то есть, ну, я сейчас по именам не называю их, но там, где книжка, там, объем страницы более чем на андроиде, она не работает. Посмотрим, что получится с версией на айфонах, может быть, там, количество книг, скажем так, и требования будут чуть менее жесткие, но, тем не менее, будем надеяться. По крайней мере, на текущий момент у нас хороший процент, скажем так, приложений, количество установок и неудалений, есть обратная связь. Вот была интересная история, когда из белорусского, забыл, какого университета, мне на почту написали студенты, говорят, мы не можем пользоваться, помогите нам, значит, установить ваше приложение. И вот мы постарались локализовать приложение, при этом ребята перевели описательную часть на белорусский язык, вот, и нас, собственно, мы теперь стали локализованы в Белоруссии, и приложение буквально за три дня там тоже раскаталось. И в других странах можно использовать, однако там описание на русском языке, то есть оно теперь доступно в странах СНГ. Вот, поэтому, если кто не пользовался, пользуйтесь, пожалуйста, есть у нас там и ссылочка в интерфейсе, есть и в маркете, и когда у нас вот как раз на iOS выйдет для iPhone версия, я обязательно, обязательно вам об этом расскажу. Да, ну и, откровенно говоря, есть еще одна модель телефона, которую мы никак не можем победить, благо количество этих устройств небольшое, но будем надеяться, что и с ним разберемся. Вот, и еще одна большая, прям гигантская, наверное, направление работы, которым мы сейчас занимаемся, и занимались там долгое время до этого, это именно каталог УГС-СПО, так называемый. Здесь, наверное, не столь сложна техническая часть реализации этого хозяйства, нежели, добрый день, нежели, скажем так, кооперация между отделами, потому что, если я не ошибаюсь, по датам, ну там плюс-минус весной, по-моему, этого года, изменились у нас, собственно, списки направлений, ну и, соответственно, дисциплины, вышла куча новых приказов. Поэтому это была большая достаточно работа разных отделов, да, собрать всю актуальную информацию, обработать ее, привести в какой-то вид, то есть получилась структура каталога, то есть там внутри, в принципе, актуальная структура каталога уже имеется, и дисциплины, соответственно, называются так, как надо, и разделены на профильные, и непрофильные, и так далее. И, опять же, самая-то интересная техническая часть, она у нас состояла несколько в другом, не в том, чтобы ручками собрать структуру и вам ее показать, а в том, что это дело грамотно наполнить и порекомендовать определенные издания, которые будут актуальны именно в этом уровне образования. Вот, сам же каталог выглядит, ну, я что-то проскочил, сам каталог выглядит типично. Прямо вот в ближайшее время я тоже анонсирую, скорее всего, рассылку отправлю, приглашу, может быть, отдельно что-то об этом расскажем. Появится вкладочка новая, она будет называться OGS SPO. Так, где у нас карандашик? Вот OGS SPO. Мы сохранили все привычные фильтры, которыми, я надеюсь, вы пользуетесь, для того, чтобы проще найти необходимые издания. То есть это быстрый поиск по названию, фильтр по типу издания, там покажем, например, только учебники. Вот уровень образования, не знаю, наверное, мы уберем из SPO, но посмотрим, пока он есть. То есть фильтр по ББК, ну, опять же, наверное, для библиографов. То есть когда вы находите книгу, которая относится к какой-то дисциплине, и более того, уточняете ее областью знаний по шифру ББК, вы точно получаете подборку, которая, ну, с очень высокой долей вероятности относится к нужной теме. Причем даже если книжки называются как-то по-другому, но классифицированы правильно. Ну, соответственно, да, здесь дальше все достаточно просто. Просто год издания, издательство, ну, и фильтры, в общем-то, сохранили. Надеюсь, они будут вам полезны и удобны, и, самое главное, привычны. То есть тут я, наверное, уже годно рассказываю о том, что если мы что-то новое делаем, я стараюсь, чтобы принципиально то, чем вы пользуетесь, не менялось, чтобы шока не было каждый раз. Хотя не всегда получается, некоторые вещи приходится изменять более глобально. Так, да, и, естественно, при наполнении дисциплин и подборе изданий, рекомендации изданий, мы учитывали правила вообще построения каталогов в среднеспециальном образовании. То есть если мы говорим о различии, ну, есть сложные моменты, но в целом, допустим, для высшего образования, там, где есть бакалавриаты выше, уровень образования играет роль, но не ключевую при подборе контента. То есть там многие учебники подходят и туда, и сюда, да, ну, по основным дисциплинам, и только вот уже более профильные, там, начиная с третьего, пятого курса, там, вот, сильно разделяются. Однако, если мы говорим про СПО, то здесь технически пришлось жестко внедрять такой фильтр, как уровень образования. Благо наш, как это назвать-то, наверное, производственный цех, да, люди, которые атрибуцией и выкладкой контента занимаются, мы с ними договорились, и уже, наверное, больше полутора лет все книги у нас атрибутируются, все учебные издания, новые издания, которые поступают в ВБС, атрибутируются по уровню образования. Поэтому даже если вы в поиск пойдете и скажете, там, покажи мне все книжки, там, которые называются там так-то и относятся к СПО или относятся к магистратуре, это все будет показано. Соответственно, вот, венцом этой всей работы стало достаточно быстрое создание одного из дополнительных правил формирования каталога СПО. И мы еще понимаем, что в отличие от каталогов УГС высшего образования, где срок актуальности издания может варьироваться, да, там, чаще всего 10 лет, там, в некоторых случаях, допустим, там, юриспруденция, это 5 лет, то СПО это всегда 5 лет. Поэтому, действительно, когда мы применяем все правила, там, автоподбора и рекомендации изданий для наполнения дисциплин, плюс добавляем вот эти два новых параметра, мы получаем достаточно четкую выборку. Вот, поэтому, да, ждем, обязательно ждем. Я в ближайшее время, ну, надеюсь, в ближайшее время будет повод, сделаю рассылку, анонсирую, и, если надо, будет более подробно расскажу, может быть, в формате вебинара или какого-нибудь записанного видео. Да, хотел так немножко отвлечься чуть-чуть. Сейчас я в конце скажу, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Ну, как бы, и я знаю, что, когда мы рассказываем о новостях, там, в ВС, компании, вопросов обычно не бывает. Поэтому не стесняйтесь, не переживайте, нет вопросов, хорошо, есть вопросы, обязательно ответим. Вот, но, однако же, когда мы ввели вебинары, я уж не помню, ну, каким-то таким темам, которые мне лично интересны, напрямую не связаны с продуктом, классно было, прям, перебивали в чате, хорошо, вопросы задавали, спорили, тоже нормально. Вот, да, давайте перейдем еще к одной штуке. Она фактически, ну, то есть не новая, там, ВБС есть давно, но повод к ней обратиться имеется. Это профильные блоки. Вот сейчас идет, я не знаю, имею я право, нет, анонсировать такую штуку. Может быть, даже рассылка уже уходила некоторым вузам. Приглашение, скажем так, в проект кафедральная библиотека. Это, ну, то есть, если убрать все коммерческие штуки и административные, речь идет о том, что мы предлагаем определенного вида широкие, но тематичные подборки контента, собранные, опять же, по определенным направлениям, правилам, и это называется профильные блоки. Хотя, наверное, за историю своего существования они уже перестали быть только профильными, но тем не менее, профильные блоки – это подборки литературы, которые вот я уже специально здесь выделяю, потому что мне потом иногда бывает, типа, я рассказываю про какой-то сервис, он мне говорит, слушай, а классно, а где оно? Вот, все сервисы лежат в кладке сервиса, то есть вы можете зайти, и там все это есть. Профильные блоки лежат там же. Более того, можно профильный блок сделать главной страничкой, и, заходя в ОБС, вы сразу туда будете попадать. Ну да ладно. Да, собственно, мы до этого с вами, так, со стороны СПО затрагивали тему каталога УГС, но мы понимаем, для чего этот нужен каталог, да, и какой там контент лежит. Там условно лежит методический контент, учебный, который нужен именно для закрытия планов, и обеспечивающий там вот учебный, образовательный процесс именно от и до в рамках, скажем так, регламента, да, назовем это так. Однако же в альтернативу такому подходу существуют у нас профильные блоки. Можно называть это подборки, коллекции, но тем не менее это, допустим, так, ну это, давайте назовем подборки, это широкие подборки контента, ну не всего подряд, а объединенного общей, допустим, достаточно актуальной тематикой. Ну вот на примере у меня, допустим, Востоковедения, Африканистика, есть соответствующий новый, появилась группа этих направлений, вот. Ну и мы создали такой профильный блок, в чем разница? То есть если в группе направлений там только методический контент, то здесь есть и научный контент, и учебный, и справочный, и даже периодические издания. Вот, поэтому в принципе, если речь идет не о том, ну, исключительно, чтобы там закрыть там РПД, да, и все, и к этому вопросу не возвращаться, и в ЭБС больше не ходить, а для реального там, допустим, какого-то развития, скажем так, чтения работы, студентов, преподавателей, суть важна, профильные блоки, на мой взгляд, конечно, интереснее. Вот, а посмотреть их можно сейчас, у нас вот в каталоге, я не знаю, вы обращали, нет, если в интерфейсе как бы в ЭБС бываете, а не за БИС работаете, вы в любой момент можете перейти в интерфейс, зайти в профильные блоки, и вот эту вот галочку, вот такую шестеренку, я надеюсь, хоть что-то там видно, нажать, и там будет настройки отображения, а, настройки доступности, настройки доступности, галочка поставить, показывать все. В таком случае каталог мигнет и покажет вам все профильные блоки, которые возможно посмотреть в ЭБС, да, спасибо, ага, и в таком случае вы можете видеть те издания, которые сейчас в ЭБС доступны для подписки, ну и бывает такое, что ваш вуз там не все издания пользуются, да, там не всеми изданиями пользуются, или у вас там куплена там, допустим, какая-то коллекция, остальных изданий вы не видите, поэтому в галочках, если вы, здравствуйте, ставите доступности, покажи все, вот, где я нарисовал, вы увидите и все профильные блоки, и все книги, которые в них входят, и все это дело можно даже там, по-моему, по-моему, даже можно скачать, посмотреть, изучить, ну и, соответственно, при необходимости сделать определенный запрос. Да, и профильные блоки, они сначала назывались профильные, но потом мы даже сделали междисциплинарные подборки, ну, тут уж я не уверен по поводу терминологии, можно ли называть такие подборки междисциплинарными, общеобразовательными или еще какими-то, но суть их достаточно простая. На первом курсе, ну, наверное, во многих вузах формируется, да, формируется книжная полка, ну, у нас сервис такой тоже есть, где собран контент, который подойдет для всех первокурсников, потому что все изучают какие-то базовые штуки, я не знаю, там физкультуру, русский язык, философию, может быть, основы там, английский язык на базовом уровне. Вот, и как раз подборки таких книг, которые подойдут всем, да, и всем первокурсникам по определенным направлениям, вот, они как раз собраны в междисциплинарные блоки. Они не очень большие, но там есть и учебники, и общеобразовательная, справочная, научная литература. До них редко кто долистывает, о, даже я перелистнул куда-то, но они интересные, поэтому, да, вот, если необходимо, посмотрите. Тем более, если вы, допустим, ваш вуз подключен там на базовую коллекцию, на большую часть, большую часть контента, то у вас эти профильные блоки уже будут заполнены, и там уже все рубрицировано достаточно понятно. Поэтому не нравится там каталог УГС, слишком сухой, не нравится каталог ББК, рубрикатор, потому что слишком библиотечный, не нравятся разделы, потому что слишком архаично, пожалуйста, профильные блоки решают определенным образом проблему рубрикации контента. Вот, но я немножечко, наверное, сегодня забежал вперед, потому что как раз по этим подборкам и связанным с ними большому проекту будет, наверное, выступление в ближайшее время наших коллег. Ну, окей. Окей. Так. Да, да, и еще же момент какой. Персональные блоки существуют в интерфейсе, их не видно. То есть, по факту персональный блок – это формат подключения, когда для вашего удобства вы можете на моменте, грубо говоря, формирования следующего периода подписки в ЭБС или нового подписки сказать, что мне нужен там блок культурология, но без переводики. Или, допустим, мне нужен там блок востоковедения, но там без китайского языка, к примеру. Вот. В таком случае для вас создается персональный блок, который подключается и только к вашей ЭБС. Вот. Книги из этого блока лежат не только здесь, а раскидываются, размазываются, скажем так, по всему каталогу, и они доступны и в поиске, и в других каталогах. Но вы знаете, что у вас подключена вот такая вот штука, и что все, что касается этой темы, всегда будет лежать в нужном месте. Вот. Поэтому это такой, наверное, один из вариантов реализации какого-то выборочного комплектования. Вот. По поводу... Да, и, наверное, еще один момент есть. Вот я говорил. Есть такая штука, я не знаю, вот вы сталкиваетесь с работой. Нет, коллекционные издания, это издания, которые на особых условиях передают правообладатели ВБС, они в профильные блоки не входят. То есть если вы покупаете профильный блок какой-то, то вполне вероятно, некоторые издания из коллекций могут, ну там, могут туда не войти, их нужно будет посмотреть отдельно. Ну, как бы это не проблема, это просто условия рынка. Хотя большая часть преподавателей и студентов, ну, как бы даже об этом не знают, им как бы все равно, потому что, ну, пришел контент, да пришел, а чей он, ну, не суть важна. Ну, я бы тоже хотел такой позиции придерживаться, я думаю, это правильно. Так, и вот, слайд у меня вот этот один, но про него я могу говорить часами. В прошлый раз, по-моему, рассказывал я вам о сервисе «Проверь свою РПД» и до этого еще рассказывал. История сервиса достаточно простая. Этот сервис служит, наверное, таким небольшим элементом книгообеспеченности, где вы создаете дисциплины, туда складывается контент, контент становится на мониторинг, скажем так, и срабатывают уведомления, если вдруг контент уходит из ЭБС, что случается при нынешнем договорном, скажем так, процессе довольно редко. Более того, если вы указываете дисциплину, там срабатывает автоподбор. И, допустим, вы можете там достаточно быстро, пару кликов определить, а для такой дисциплины, какие книжки есть в ЭБС. То есть не нужно ходить в поиск, не нужно глазить по каталогу УГС, там еще по другим каким-то каталогам, ввели название дисциплины, направление, ну для себя атрибутировали группу, и сервис автоматически начинает подбирать вам книги, которые нужны. И вот как раз в этом моменте у нас есть определенные, были определенные проблемы, есть сейчас определенные успехи. То есть когда в прошлый раз я анонсировал сервис, конечно, я проверял его на массовых случаях. И я вижу, что для дисциплины там политология, для дисциплины, не знаю, в УГС, там что угодно, в принципе все подбирается неплохо. И нашлись люди, подписчики, спасибо большое, которые после нашего анонса взяли и сервисом воспользовались. И тут вот у меня, конечно, местами там что-то волосы на голове даже зашевелились, потому что мне стали присылать частные случаи, которые, ну я, допустим, в массе других случаев предусмотреть никак не мог. И мы выиграли, что, допустим, вот специальный рисунок, дисциплина достаточно сложная и напрямую в ней наше автоматическое наполнение работает плохо. Есть случаи, когда, ну представляете, направление там такое-то, а дисциплина называется введение в специальность. Вот как ты ее там автоматически предложишь что-то клиенту. Вот. И было поймано, скажем так, с помощью клиентов, еще раз спасибо, большое количество таких случаев, и мы произвели, ну, такие серьезные доработки, чтобы это все исправить. В первую очередь, для наполнения дисциплины в этом сервисе мы подключили соблюдение широкого соответствия тематики. Звучит классно, да, но на самом деле это куча ковыряния внутри соотнесения индексов ББК, других атрибутов, которыми обладает книга, со спецификой введенного направления дисциплины. В результате чего удалось избавиться от всякого мусора и книг, которые не должны присутствовать в конкретной дисциплине, направлении. То есть подборки стали четче, конечно, меньше. Вот. И здесь, ну, здесь вообще внутренняя дилемма была, как бы, в компании. То есть, мнения разделились. Кто-то считает, что пусть лучше будет около тематичного, но побольше. Ну, кто-то считает, пусть лучше контент будет прям вот строго по теме и лишнего не надо. Мы сейчас идем по пути, когда контент будет строго по теме и лишнего не надо. Вот. Более того, при автоподборе и наполнении дисциплин в сервисе «Проверь свою РПД» мы используем новый вид ранжирования. Для нас, ну, как бы, я, допустим, не преподаватель, да, и не методист, и мне сложно. Вот есть там, допустим, два издания, которые подходят в дисциплину. Одно там 20-го года издание, ну, это учебное пособие, а другое там 17-го года, ну, это учебник. Какой из них, как бы, выше показать при условии, что у меня много изданий, а количество изданий в РПД ограничено. Вот. И мы провели большую совещательную сессию с библиографом и выяснили, что да, там, в определенных случаях там учебник нужно поднять выше, учебное пособие нужно опустить ниже, на год смотрим в таких-то случаях. И теперь при большом количестве бывают дисциплины, где мы действительно можем много предложить, более 50 изданий, я считаю, что это много. Вот. Книги ранжируются таким образом, что самый топ, самый, ну, как бы, самый жир, да, попадает наверх. Вот. Предлагаю там пройти, попробовать. Опять же, все это находится в кнопочке в главном меню сервиса «Проверь свой РПД». Вот. И у нас еще одна была большая проблема. Я, ну, наверное, о своих больше вещах говорю, нежели о сервисе. Ну, наверное, тоже надо это понимать. То есть, когда мы делаем строгое соответствие тематики, мы говорим, что там для юридических дисциплин только вот по юридическим там законотворческим темам подбирай контент. И ко мне приходит преподаватель, говорит, я, значит, для первого курса юристов собираю там дисциплины РПД, наполняю, все такое, покажи мне, что есть по политологии. И такой, как политология? Ну, вы же юрист. Он говорит, ну, да, мы проходим политологию. Я говорю, ну, это же не соблюдение тематики. Он говорит, ну, мы проходим. Вот. Соответственно, в такой ситуации нам пришлось прям сломать шаблон, да, но теперь, когда вы, допустим, какую-то юридическую специальность подбираете дисциплину, там, политология, я не знаю, какую-то другую из другой области знаний, книги туда попадают, и чаще всего это одноименные учебники, но, тем не менее, это нормально, когда дисциплина в одном направлении, общеобразовательная, скажем так, или смежная, наполняется учебниками из другой тематики, другого направления. Теперь это тоже есть. Поэтому я сейчас вас, наверное, приглашаю, будет время, это на самом деле недолго, зайдите там в сервис, доступен только преподавателям пока, в главное меню сервиса «Проверь свой РПД», создайте дисциплинку, посмотрите, как наполняется. Вероятно, вы увидите книги, на которые не обращали ранее внимания, потому что их в общей куче, там, более ста с чем-то там, тысячи зданий найти тяжело. Вот. Думаю, будет все нормально. Если возникнут какие-то проблемы, тоже можно ко мне обратиться через службу поддержки. Я буду три месяца отсутствовать, а потом опять вот так на связь выйду и скажу, мы ваши проблемы решили. Ну, или скажу, подождите еще, но, скорее всего, решили. Вот. Наверное, на текущий момент у меня все. Я, может быть, зря, наверное, не рассказал про сервис eCorsar, но там была рассылка, и мы уже рассказывали. Ну, в случае чего выйду на связь дополнительно. Поэтому сейчас спасибо большое. Я постарался чуть погромче, хоть это было непросто. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Спасибо, что слушали. Да, у нас Татьяна Викторовна должна сейчас подключиться. Да, я вижу, хорошо все прошло. Спасибо. И должна забрать у меня слово. Я должен сидеть, улыбаться. Спасибо, спасибо. 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 Татьяна.